доброго всем денечка дорогие друзья начнем сегодня множественные пересадки и первой попала под внимание вот эта орхидея орхидея которую я называю синий ветер но с осенним ветром у нее схожесть только в оттенки петалий и сепалий а губки совершенно разные но так как они похожи я так и называю пока у меня нет ее название орхидея очень хорошо приросла наземной частью вот сейчас вы видите все вот эти листочки с верхнего уровня это уже назем надземная часть новая домашняя а магазинные листочки вот они они были как то знаете как в посылке приехали вот такие немножко видоизмененные подпорченные так вот они и сохраняют свою подпорченность где-то я обрезаю потому что с листьями она приехала расщепленными по краям и некрасиво смотрелись эти листочки что сейчас хочу сделать вот так она содержалась на циафлоре может быть получится показать вот немножко получше видно содержалась на циафлоре горшок стоял горшочек d12 с улучшенным составом грунта это орхидея приехала посылочки с черным стволиком внизу там такая нехорошая черно-серая гниль ползла по стволу и лист за листом убирался я пролечила неразбавленным фитоловином несколько раз интервал между лечениями составлял неделю кисточкой покрывала все то что мне там не нравилось после того как листики были сняты а теперь так сейчас я ее достану и покажу вам орхидея сейчас находится с тремя цветоносиками начинающими рост и 4 в пазухе листа но я все равно на начале цветения возревание цветочных почек решила ее пересадить растущее состояние корней вот они раскокленные корешочки вот сейчас с грунта ее достала там вот стоит страны много раскокленных корешков поэтому деликатный метод который позволит орхидеи не остановиться в периоде цветения все начинаем работать вот сошедший грунт кое-что буквально кое-что я возьму в посадку исключая чипсы есть коринки неплохие есть небольшое количество корешков но это в основном все то что было сейчас покажу вам там серединке старые корни и немножко я укоротила стволик как раз то место где вот это серо-черная сухая гниль была на стволике и замазала там все зеленочкой вот в таком состоянии по готовности к посадке находится эта орхидея шка муж сказал что это извращение стеклореза дома не оказалось поэтому мы вот так скрываем колбы стеклянные по-другому достать корневую систему растений невозможно делаем продольные надрезы по круглому закрытому вот такому вазону сделали надрезы оборачиваем мокрой тряпочкой влажной и сейчас кашпо стеклянная шарообразная превращается в лопнувший горшок я бы с этим не справилась спасибо супруг свободен и делает мне очень очень большую пользу так смотрим это уже вторая орхидея которую мы вскрываем вот первая была вот маленький горшочек сейчас я вам ее покажу так смотрим немножко я конечно мешаю но я очень попросилась поучаствовать в этом процессе и вам показать видите обязательно нужно взять вот именно влажную салфетку потом ее на выброс соответственно здесь мамочка и детка у мамочки вот закрытая точка роста она не развивалась после покупкой появилась большая большая детка это орхидея ирис сейчас вы увидите сколько там корней вот и все процесс закончен орхидея практически извлечена и корни задышали хорошо очень в этих горшках конечно хорошо развивается корневая система вот как есть так рассказываю но есть свои особенности и большие большие минусы вот посмотрите дренажный слой в этой колбе был сделан из циафлоры этой посадки было наверное года три спал нет к четырем наверное и вот циафлора она сохраняет свою целостность вот сейчас она уже руками чуть-чуть ломается это не все кусочки видите как хорошо циафлора целости сохраняет даже в условиях повышенной влажности действую как дренажный уровень в этой колбе по виду стенок вы видите что это достаточно старая посадка ему сказал ну где-то около четырех лет и все замечательно давайте смотреть на корни двух орхидей которые вот одна была отсюда извлечена маленькая колба была где-то 200 граммовая может быть 250 а вот это я думаю была литра наверное полтора а то и поболее шар такой хороший вторая орхидея из маленькой колбы это детка которая в свое время была очень экстренно снято с пенька который инфекцию дал стволик детки детка была маленькая 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 ой как же было сложно там было знаете вот три маленьких пупырышка из корешков на в принципе хорошие листочки на уровне корней листья были большими эти корни 3 пупырышка они совершенно не питали листочки этой орхидеи я посадила сделала достаточно влагоемкую посадку в колбу но как она была влагоемкая она скажем была такая в принципе кора вот она видна что для этой колбы это крупная фракция коры на дне так что-то там тоже вижу что есть немножко пропавшие корешочки но сейчас мы все это обсмотрим так циафлора на дне кора на поверхности мох мы и теряли тургор листьев и подставляли боковые подпорочки чтобы листочки все-таки вертикально вверх смотрели для того чтобы орхидеи было проще восстановить себя да вот и знаете как то так более-менее на какой-то средней степени потери торгора листиков корневая система стала вырастать в этот горшочек так исключать конечно микро стекла шаг не стоит они здесь могут быть но я вот смотрю вот мох прекрасно вот видите роз вдоль стеночек и корни зачетные хорошие да все хорошо сейчас покажу вторую вторая орхидея ирис очень раскидистая детка вот видите какая вы выросла я как то так не снимала детку с материнской орхидеи высыпайся высыпайся ты мне уже здесь не нужен потому что сейчас материнская орхидея у матушки здесь корней уже рабочих нет потому что уже смысла в матушке не было у этой орхидеи она вросла и своими корнями в эту колбу и по поверхности корни пустила и вот вот такая раскидистая дама сейчас и мы вместе с ней будем с этой дамой работать единственное что супруг просил передать пожалуйста не пишите и не давайте предвзятого какого-то мнения да по поводу вскрытия колбы этих колб двух почему потому что на сегодняшний момент это нужно было за стеклорезом ехать в гараж стеклореза дома не было у нас был гравер и алмазный диск все такой маленький алмазный диск который очень хорошо справился с той задачей которую мы для него поставили вот так это как бы то о чем меня супруг просил вас предупредить вот лучше это делать обычным стеклорезом сделали надрезы молоточком постукали только через мокрую тряпку и все у вас получится ну собственно так как вы и видели да только применяйте стеклорез потому что гравер это такое дело специфическое и далеко не у всех он есть где-то было посажено в архиату фракции 912 и большое количество циафлоры представляете это не детка господи это материнская орхидея у которой я вот ее купила и она с тех пор после покупки ни одного сверху листочка не дала я сразу поняла что она будет давать деток и что собственно и произошло так что потом у той коре которая внутри но архиата она и в африке архиата отлично сохранилась этой посадки много лет и сейчас можно выбрать ту кору которая пойдет реально в новую посадку чем собственно я сейчас и буду заниматься а пока ну а пока нам нужно щелкнуть знаете как здесь будет обратный процесс мы снимаем не детку с матушки а наоборот матушку с детки у нее от матушки тут буквально видите о все естественно это уже в отвал вот все все что осталось от материнской орхидеи вот вы видите так здесь нижние листочки детки я их тоже уберу потому что естественно я сегодня буду делать достаточно глубокую посадку для этой дамы корней ой сколько корней вы посмотрите так как она хорошо росла закрытой системе посадки сейчас я оберу те корешочки которые можно убрать все остальное естественно пойдет в посадочку если проанализировать предыдущую посадку и понимать что орхидея очень хорошо себя чувствовалась чувствовала в стекле закрытая система без дренажных отверстий вероятно я сейчас тоже самое для нее и повторю только выберу уже другую форму этой собственно колбочки горшочка посмотрите сколько раз цвела это детка с этой стороны вот четвертый цветонос он живой кстати у нее пробудился кончик и она тоже вот решила зацвести а я тут со своими изменениями к ней значит залезла ну знаете как делу место и так как у меня сегодня получилось упросить мужа мне помочь собственно я с удовольствием этим и занимаюсь так цветоносы цветоносы я постараюсь убрать под самое основание место отсечения сухих цветоносов я вначале на всякий случай но они сухие но тем не менее покрою зеленкой а потом закрою живицей такая мембрана плотная которая очень очень делает твердым именно то куда она попадает и защищает живица плюс еще имеет хороший антибактериальный эффект там написано что закрытие срезов и плюс еще и фунгицидные свойства которыми обладает этот материал вот такая богатая на корни барышня хотела укоротить ствол но поняла что тогда все грунтовые корни ее я отрежу не стало чем больше корней тем очень хорошо укорениться в новой посадке орхидея даже зацветет вот начавшимся к формированию новым цветоносиком и третья орхидейка подняла впечатлилась и включила камеру вы посмотрите на эту дылду здоровенный вот представляете какая богатая корневая система люблю эту орхидею она восхитительна своем цветении она чем-то похожа на орхидею дикий кот но это просто всполохи фейерверк на белом небосклоне очень красивая увлажняю корни я дам им побольше времени чтобы они намокли и легко зашли в посадочку ну и третья орхидея естественно сейчас постараюсь извлечь грунт хоть чуть-чуть что-то тут из этого как это называется как адама как там помните да из кокосовых материалов делаются специальные такие шарики в которых укореняются то в том числе и орхидные у меня вот такая природой созданная как адама на поверхности грунт я убрала распутывать ничего не стало в принципе хороший такой кокон зачем его разбивать единственное что все что было в нижнем уровне циафлора она вот вся сыпалась здесь все корешочки хорошие и очень крупная кора вот смотрите прям какая была сделана посадка ведь какая кора у нее внутри вот я ее там и оставлю она такая знаете уже легкая но конечно процессы перепревания ее уже затронули и поэтому она уже потихоньку перерабатывается микрофлорой посадки и как раз на ней вся эта микрофлора и сконцентрирована все отлично единственное что нужно сейчас сделать это разместить шарик в горшок и увлажнить воздушные корни все пусть намокают подготовила я тут разнокалиберные горшочки начнем с осеннего фестиваля вниз керамзит крупной фракции закрытая система посадки объем горшка закрытая система без дренажных отверстий кашпо 2 литра и немножко это испарено немножко циафлоры из ее посадки это горшочки которые я три года назад с белоруссии привозила подготовила кору для этого горшка это будет средняя фракция вот основная часть и крупная вот здесь с этой стороны у меня сложена вот эту кору я заказывала на валберес это кора сосны пени и мох вот он маринин мох живой сейчас я его увлажнила он у меня как раз прошел хорошую такую просушку и вот сейчас он вот такого увлажненном состоянии выглядит как будто бы его только что из лесу привезли вот так она у меня разместилась корневой системы внизу естественно много пространства куда корневая система будет вырастать сильно глубокие посадки орхидеи вы знаете я не люблю делать ну здесь как бы знаете кто к чему привык и получил к чему навыки у меня именно вот такие посадочки так другой стороны с эти вошла прям чудесно вот видите и мало коры пошло из ее посадки у меня вот буквально чуть-чуть я смогла ее отобрать там горсть буквально все я добавляю кору и потом покажу вам результатик вот так получается укладывать кору мох мох я высаживаю вот так вот палочкой помогалочка я туда его проталкиваю я люблю в квадратных горшочках делает туда вот так вот высадку по краям по углам ну и собственно в серединке вот так вот очень легко давайте посмотрим что у меня случилось получилось вот так кажется что плотная набивка нет грунта ушло немного просто мне нужно было выложить у стенок кору вместе со мхом потому что все таки предпочтительно чтобы грунт был здесь внутри его было поменьше да чтоб не переувлажнить а вот как раз долив воды через верх в нижний уровень посадки при поливе этой орхидеи он будет очень очень таким деликатным мог так вот смотрю можно сюда немножечко еще проткнуть мха это просто сделать палочкой ковырял очка моей сейчас мы это сделаем доливаю воду и собственно оставляю ее на дне но это знаете когда после первых двух-трех поливов так не совсем получается берем другой инструмент слушайте конечно можно видео снимать не переставая но они такие получаются длинные эти видео что не знаешь так дальше смотрим все первые два три полива погружением то есть заполнением этого горшочка водой ну где-то вот так на до уровня 3 четвертых объема кора новая грунтовых корней много пошло воздушных тоже пошло какое-то количество но за счет того что мы только новую кору практически в посадку давали по и она не вологоемкая поэтому минут на 10 я буду заполнять все потом фиксируем грунт вот так вот наклоняем горшок выливаем воду и так первые два-три раза а потом уже просто банальный долив воды через поверхность посадки оставление воды в уровне дренажного слоя все с этой орхидеи мы закончили давайте я буквально тезисно вам покажу как я буду пересаживать оставшиеся две орхидеи и потом итоговый результат я вот этой как а дамы я взяла закрытый горшочек стекло с хорошим дном толстым на дно крупный керамзит циафлора вот так видите небольшим слоем вот такой дренажный уровень и крупная кора все я размещу орхидеи закрытая система без дренажных отверстий она легко войдет корешочки раскопленные с ними немножко поделикатнее выравниваю и третья орхидея вначале зашла грунтовая корневая и сейчас вот я постепенно ну как обычно я вам уже показывала поэтому не стало вот это размещение я тут особо показывать чтобы времени тратить и ваше и мое и вот так вот сейчас верхнюю корневую аккуратненько вкручиваю и подопускаю в посадочку раскукленные корешочки есть это очень хорошо горшок тоже без дренажных отверстий большой я не знаю сколько в нем в нем литра 3 может быть больше ну знаете вот я посмотрела под прикинула и поняла что именно он мне сегодня нужен на дно керамзит и крупная кора вот так он разместился я засыпаю корой и мхом так я все сработала так быстренько результат по пересадке как а дамы закрытую систему послойное расположение мха но не внизу здесь видите да за воздушность хорошая за счет правильной комбинации грунта это вот здесь она у меня рухнула это механическое повреждение ой падала с верхнего стеллажа это мадам все первый полив вот ровно такой же как я вам про эту рассказывала и вот это смотрите что случилось у меня случилось горизонтальное размещение цветоноса но бог с ним я сейчас ее поставлю именно так что этот цветонос не будет мне мешать получится это сделать просто я знаю где она у меня росла есть планирую туда же я ее разместить так давайте по грунту горшок легкие вот девчонки видимая да такое набитие горшка нифига горшок легкий он вот просто у меня верхняя часть она вот смотрите она перетягивает горшок поэтому воздуха в этой посадке более чем достаточно корней много способных пропитать эту орхидею и вот так вот легли корешочки с дополнительной подсветкой стараюсь вам все показать но мешает цветонос вот так ушел весь подготовленный мох увлажненный все орхидеи как вы поняли были посажены в закрытую систему посадки получилось очень отлично я довольна результатом более чем до пришлось поковыряться но если бы меня на посадке не сподвиг муж так бы они у меня наверное долго еще готовились к этим извлечением со стеклянных колб шарообразных сложно это дело все орхидеи взрослые отлично я думаю они быстро адаптируется первый полив именно такой как я вам сказала в отношении вот этой первой орхидеи посажены да все горшочки будут заполняться водой первые два-три полива воду я так думаю что я добавлю какой-нибудь биофунгицид может быть триходерма хорцаном вериды может быть споробактерии может микоризу может фитоспорин ну можно брать все что угодно все что мне нравится с чем нравится работать я желаю вам здоровья благополучия всего вам самого-самого наидобрейшего всем пока пока до новых встреч это поверхность посадок и расположение грунта около стволика и и